Нет места милее родного дома. Эту поговорку знают все. Вот только жители дома номер 86 по улице Константина Иванова в Чебоксарах с ней не согласны. В чем причина? Далее. Тараканы, крысы, паучки и даже слизни. Это не живой уголок. Это реальные обитатели дома номер 86 по улице Константина Иванова. Вместе с жильцами они живут здесь почти на равных правах. В моей комнате очень много тараканов. Там вообще очень много. Когда он спит, он по нему не ходит прям. Травишь, травишь, мы травим вот это ежа. Яичный желток и борная кислота. Мы ее сами уже с вами сел, даже на кухне разложили. Все равно невозможно. На весь дом, а это 40 комнат, один душ на первом этаже. Но мыться там очень неприятно. На всех стенах плесень. А в коридор зимой жильцам и не выйти. Температура, по их ощущениям, почти как на улице. Эльвира Паева живет в этом доме более 20 лет и до сих пор не знает, кому обратиться за помощью. Проблемы в плане антисанитарии начались у нас с момента, как стала у нас управляющая организация ООО «НИДИ». Это значит с 1 августа 2014 года. Поскольку они у нас убрали уборщицу с этажей, оставили ей территорию для уборки только под лестничный пролет. Жители хотят, чтобы их дом признали аварийным. В подобных вопросах инициатива должна исходить от них самих. Сначала жильцам нужно заказать все необходимые экспертизы, а уже потом пакет документов подавать в специальную комиссию. Жители дома говорят, что отправляли письмо в управляющую компанию. Но не получив удовлетворительного ответа, решили обратиться на телевидение. Мы здесь проживаем со своей семьей. Нам очень тесно. Мой маленький ребенок здесь спит. Мы диван расстеливаем, здесь спим. А чтобы мы-то трое можем мыться на первом этаже. А маленького приходится в ванну затаскивать, таскать в комнату воды и мыть его тоже очень неудобно. Хотелось бы, чтобы условия были получше. В столичной администрации создана специальная комиссия, которая решает подобные вопросы. Оказалось, что с такой просьбой жильцы уже обращались три года назад. И вот что нам ответили в столичной администрации. Дом номер 86 по улице Константина Иванова не признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. 11 февраля 2014 года проведено обследование межведомственной комиссии указанного дома, по результатам которого признано необходимым и возможным проведение капитального ремонта общего имущества указанного дома. За все это время за капитальный ремонт жильцы дома платили исправно. Вот только они говорят, что самого ремонта не видели. Хотя в жилфонде Чувашии другого мнения. В 2015 году в доме номер 86 по улице Константина Иванова были выполнены следующие виды работ капитального ремонта. Это капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водоотведения, электроснабжения и газоснабжения. Также в рамках этой программы капитального ремонта долгосрочной запланированы капитальный ремонт систем отопления и крыши на 2028 год и ремонт фасада на 2040 год. И в центре гигиены считают, что дом в таком плачевном состоянии по вине жильцов. Вы хотите сказать, что жильцы сами виноваты в полнослужившейся ситуации? Да, хотите сказать? Собственник, да. Собственник, да. То есть он сам должен ремонтировать? Собственник, да, сам должен ремонтировать. И жилье совсем не считается аварийным? Вопрос об аварийности решает администрация. Глядя на этот дом, можно сделать только один вывод. Жить здесь невозможно. И у жильцов есть выход. Им снова нужно собрать подписи и все нужные документы для того, чтобы еще раз пригласить комиссию на повторное исследование. Прошло три года, если они в 2013-2014 году обращались, срок достаточно большой произошел. В этот период могли какие-то пройти уже изменения в техническом состоянии дома. Какие-то могут появиться дополнительные деформации, которые и могут уже послужить основанием для признания дома аварийным. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика.